доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и сегодня я хотел бы поговорить с вами о таком явлении как блефороспазм я надеюсь вы слышали это слово и я поделюсь с вами собственным своим опытом из моей собственной личной практики надо сказать что сталкивался я с ним не знаю часто не часто ну наверное пару десятков человек перед моими глазами прошло с этим интересным явлением из нескольких тысяч может быть порядка десяти повезло мне в этом плане 10-15 тысяч людей которые прошли перед моими глазами в силу моей работы я сталкивался с этим явлением вот не часто ну может быть как я уже повторюсь может быть два десятка может быть чуть больше в основном это были женщины с таким явлением блефороспазма но были и мужчины наверное может быть два три четыре человека это были мужчины остальные это были женщины то есть понятно что чаще всего так моей практике случалось я сталкивался с этим явлением именно в отношении лиц женского пола и это неудивительно сейчас я поясню о чем я веду речь что такое блефороспазм это тяжелое надо сказать тяжелое прежде всего по последствиям явление оно находится на стыке неврологии офтальмологии на стыке вот этих двух медицинских дисциплин но по крайней мере так об этом написано в медицинской литературе но даже это видео я думаю что она будет названа блефороспазм ошибка но у меня не оставляет меня мысль о том что все-таки наверное в этом в этом подходе медикаментозном медицинском неврологии офтальмология заложен заложена кардинальная ошибка в подходе к этому к этому заболеванию блефороспазм это разновидность лицевого спазма по сути своей это некое такое неконтролируемое сокращение круговых мышц глаза внешне это выглядит как сокращение интенсивное смыкание век человек начинает моргать 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 в какой-то момент он закрывает глаза полностью и такое ощущение что даже может быть он как-то в себя ушел погрузился в себя иногда это маскирует с какими-то движениями рук которые прикрывают глаза вот здесь вот эта картинка примерно так это выглядит как я уже сказал большинстве своем это встречается у женщин у мужчин реже но бывает и у мужчин иногда люди прикрывают глаза рукой вот женщина страдающие блефороспазмом мужчина некое искажение мимики лица глаза открыты вдруг в какой-то момент они начинают моргать 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 потом превращается в маленькие щелочки человек опускает веки закрывает глаза и как бы погружается такое ощущение что он погружается в себя иногда это происходит без моргания человек просто такое ощущение то есть уже когда заболевание запущено человек просто такое ощущение что-то он с закрытыми глазами ходит как правило это вниз опущенные губы внешне можно расценить как сниженный фон настроение депрессия какая-то губы опущены вниз человек выглядит по меньшей мере уставшим утомленным депрессивным это болезненное состояние доставляет вот здесь вот наиболее яркая картинка из всех тех которые я вам хочу показать наиболее ярко демонстрирующие проявление блефороспазма значит глаза закрыты кончики глубь губ опущены вниз состояние беспокойство внутреннего может быть сосредоточения это можно расценить но это не так конечно причина в другом болезненное состояние доставляющие неприятные ощущения тут вот такие вот нарисованные картинки блефороспазма я их свое время собирал коллекционировал часто встречается это явление прошу прощения не часто но встречается у детей я сейчас поясню с чем это связано как правило это связано с неблагополучной семейной ситуации какой-то внешней ситуации где-то в садике я не знаю там в семье прежде всего прежде всего конечно семья ребенок вот выглядит как вот на этой картинке он закрывает глаза он выглядит очень нелицеприятно тоже вот проявление яркое проявление блефороспазма глаза прикрыты это буквально щелочки человек как бы смотрит из под век он все видит все замечает но глаза опущены веки опущены тоже проявление надо сказать что начало блефороспазма как правило в большинстве своем ну примерно в 70 80 процентах случаях так описано в литературе начинается с одностороннего блефороспазма когда закрывается один глаз он моргает моргает и вдруг неожиданно века опускается и буквально щелочка но в любом случае если это явление не обращать на него внимание соответственно глаза двухсторонний блефороспазм да то есть закрываются и глаза и левый и правый глаз вот что-то в этом роде происходит с человеком односторонний двухсторонний блефороспазм действительно это явление оно относится к области медицины но у меня есть твердое убеждение в том что все-таки наибольшей вероятностью причин этого случая этого заболевания является невротические проявления в структуре личности человека прежде всего это встречается при истерии чаще всего у молодых женщин и у молодых и у пожилых одним словом я сейчас произнесу ту основную фразу которая по моему мнению лучше всего характеризует явление блефороспазма это невроз и несомненно это защитная реакция человека рассчитанная на то что я не хочу это видеть вот так вот в кавычках можно произнести эту фразу я не хочу это видеть я не хочу видеть окружающую меня действительность я не хочу видеть то что меня окружает я не хочу находиться в той ситуации в которой я нахожусь будь то в семье будь то где-то в рабочей ситуации где-либо еще одним словом я не хочу видеть то что меня окружает это проявление невроза и как правило в большинстве случаев даже в силу вот этих гендерных различий мужчин и женщин это ближе всего конечно связано с какой-то ситуацией у женщин то есть женщины очень часто чаще чем мужчины сталкиваются с этой ситуацией истерический невроз по сути своей некая дистония мышц глаз лицевых мышц мышц рта иногда бывает что это связано действительно это действительно бывает связано с какими-то сосудистыми воспалительными травматическими процессами у людей но в большинстве своем исходя из моей практики пускай я небольшой повторюсь что 20-30 может быть случаев своей практике я видел сталкивался чаще всего у женщин это связано с негативной неблагоприятной ситуации в семейных отношениях каких-то социальных отношениях рабочих отношениях и так далее к сожалению болезнь нельзя сказать что это болезнь молодых в практике в своей да в литературе я встречался с этим явлением описано как в общем то нет каких-то закономерностей по возрасту но в своей практике в личной как правило это женщины бальзаковского возраста находящихся в каких-то значит трудных семейных ситуациях отсутствие супруга каких-то болезненных состояниях проблемных связанных с детьми супружескими отношениями и эти женщины в моей практике по крайней мере так было то есть они страдали этим лефораспазмом совершенно адекватные люди с ним можно общаться никаких нарушений но разговаривая сидя с ними другу против друга вдруг понимая что человек не смотрит на тебя вернее он смотрит на тебя через вот эти щелочки вот наверное наиболее вот наиболее яркое состояние человек смотрит на тебя и соответственно видит тебя все в порядке все хорошо но веки его закрыты глаза сощурены буквально щелочки иногда опять же из собственной практики сталкивался с тем что сами пациенты отмечали неоднократно причем отмечали что курение допустим она сообщает дама сосание конфетки какой-то да там щелканье семечек быстрая речь помогает человеку избавиться на какое-то время избавиться от этого явления то есть покурила вроде полегче стало успокоилась почему еще говорят да курение успокаивает конечно она не не успокаивает активирует но тем не менее одна из пациенток сообщала о том что постоянно сосала какие-то конфетки там и так далее и якобы это и помогало она успокаивалась глаза открывались можно было видеть зрачки и соответственно как бы явление нивелировалось но пропадало вот это негативное состояние успокаивался человек эмоционально если какие-то положительные моменты происходят глаза открываются там появляется какое-то другое выражение лица мимики и так далее то есть тоже как бы вроде бы человек здоров что-то приятное человек смеется у него открываются глаза он в хорошем настроении часто часто мужчины несколько человек отмечали в моей практике опять же да что алкоголь вроде бы как цитата вроде выпьешь и полегче глаза открыты жена говорит о смотри-ка у тебя глаза все у тебя в порядке все хорошо алкоголь якобы снимает состояние вот этого мимического напряжения глазных мышц о том что это блефораспазм часто свидетельствует нарушение зрения конечно это заболевание в принципе потенциально может привести к полной потере зрения к полной слепоте но еще раз повторюсь мое собственное мнение никому не навязываю проблема лежит не в области неврологии или проблем офтальмологии проблем со зрением проблема лежит психологическом эмоциональном состоянии человека фактически повторюсь еще раз прошу меня простить за некоторую торпидность навязчивость это явление в кавычках можно назвать не хочу ничего видеть я хочу уйти от этого мира я не хочу наблюдать то что вокруг меня происходит вот пожалуй то о чем я хотел сказать очень интересное явление почему заговорил просто случайно буквально вот на прошлых выходных значит сидели с друзьями с коллегами в небольшом кафешке в ресторанчике и нам присоединилась женщина уже в возрасте и было где-то уже ближе к 50 и вот явление блефораспазма это не мой пациент вот просто я сидел буквально немножко наискосок от нее я наблюдал это явление у этой дамы ну и в практике в клинической практике работая психиатрии в лаборатории психологического обеспечения я с такими людьми сталкивался психиатрии их очень много несомненно это невроз это истерия и корни этого заболевания на мой взгляд лежат именно в этом заболевание не сказать что неизлечимо но опять же обращаться таким людям на мой взгляд надо не только неврологом офтальмологом и так далее надо обращаться к психотерапевтом медицинским психологом и работать только внутренние изменения приводят к изменениям внешним работает человек сам на себя и он может изменить свою жизнь все зависит в этой жизни только от нас но я сейчас немножко удаляюсь в сторону от основной темы одним словом я не хочу ничего видеть истерия истерический невроз картинку вы видите на своих экранах на этом все благодарю вас за внимание если будут какие то вопросы пишите задавайте их под в комментариях к этому видео пишите их на электронную почту я всегда отвечаю на любые вопросы на этом все и удачи вам